Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас я расскажу почему. Вы охренеете, я вам гарантирую. С детства у меня была мечта попасть в небо. И при помощи мотоцикла я, конечно, пытался всячески достичь этого ощущения полета, но, должен сказать вам, безуспешно. Хотя попытки были серьезные. Возможно, я изначально ошибся с выбором летательного аппарата. Не знаю. Но одно я знаю точно. Если вы хотите прожить свою жизнь и при этом быть счастливыми, следуйте за мечтой. И, как вы уже поняли, я этим и займусь. Я соберу свой самолет, научусь на нем летать, и все будет здорово. И это будет даже не челлендж. Это будет проверка пути. Если смогу я, то сможете вы, смогут и все остальные. К исходным данным. Может быть, у меня есть куча денег? Нет. Я зарабатываю примерно как хороший фрилансер. Может быть, у меня есть какое-то профильное образование, связанное с авиацией или высшее? Нет. А может, у меня есть какие-то связи? Тоже нет. Но у меня есть кое-какой план. И о нем я вам расскажу чуть попозже. Ну, вы все меня знаете. Алды еще помнят, какую дичь я снимал, как я, сидя на мототреке с экшн-камерой, записывал какие-то свои переживания по поводу переезда в Ростов, поступления в университет. В общем, большинство из вас так или иначе наблюдали какую-то эволюцию, развитие на протяжении всех этих пяти лет. И пять лет это дофига. Но к чему это все? Я простой аналоговый человек. И вы все это знаете, и вы все это видели. Именно поэтому я хочу на своем примере доказать, что мир авиации доступнее, чем кажется. Сам я занимаюсь видеосъемкой, и с сегодняшнего дня все мои заработки, все мои усилия будут уходить на то, чтобы приблизиться к своей мечте. Благо, необходимая техника у меня есть, умения тоже, так что видео получатся крутыми. Следующий пункт в этой истории – город Серпухов, что под Москвой. Там находится компания Аган Айркрафт, и прямо сейчас я поеду туда за тысячу километров на машине 1986 года штурмовать их офис со своей идеей. Вообще, в детстве я даже планировал стать военным летчиком. Я действительно на полном серьезе хотел пойти в военное училище. Однако там нужны технические предметы, там физика, математика, а у меня гуманитарные перевешивали. И в конечном итоге я поступил вообще на другую специальность, другой университет. И на самом деле это даже хорошо, потому что сейчас я бы не хотел быть причастным к никаким военным действиям. Да и более того, прошли годы, и эти годы оказались хорошим маркером, которые показали, что эта мечта действительно серьезная. Чем я только не занимался – пулевая стрельба, радиомоделирование, картинг. И очень-очень-очень-очень много всего было. Рукопашный бой. Чем я занимался год-полтора, не так уж и много. Просто брался и понимал, что это не совсем то. А вот авиация – это то, о чем я мечтал с самого начала и мечтаю до сих пор. С военной авиацией порешали. Но почему я отметаю вариант быть гражданским пилотом? Все очень просто. Мне кажется, что малая авиация – она романтичнее. Она свободнее. Когда ты пилот в гражданской авиации, у тебя постоянная череда рейсов с повышенной ответственностью и по заданным маршрутам. И как-то это романтикой действительно не пахнет. То ли дело – малая авиация. И что самое интересное, в России очень сильно развит стереотип, что личный самолет – это удел крайне богатых людей. Но я разобрался, и это не так. Это действительно не так. Вертолеты – да. Вертолеты намного сложнее. На вертолетах сложнее летать. Их дороже обслуживать. Но самолеты – это совсем другое дело. И я обо всем буду рассказывать. Дай в репту, блядь. Стой. Снимай меня. Тихо. Ну что ж, как вы видите, по окружению уже ночь. Полпути за спиной. Мы только что проехали Воронеж. А тачка чувствует себя великолепно. 86-й год, ребята. Не забываем. Это, как если взять 2020, отнять 1986, вот получившаяся цифра, это и будет количество лет. Сколько лет этой машине? Как вы понимаете, с математикой у меня все плохо, да? Но если вернуться к истории, обратиться к истории, трагедия Чернобыля. Это Советский Союз. Это чертовски давно. Меня не было в это время. Я не существовал. А эта тачка существовала. И она едет. Единственное, у нас печка какая-то фигня. Бараклит надо на заправке загуглить. Дует почему-то холодным воздухом. При том, что все прогрето. Я вообще в капюшоне езжу. Сейчас я видео снял. Но прохладно, ребят. Холодный воздух прямо в лицо дует. Ноги мерзнут. Но ничего. Я думал, мы одним махом сейчас доедем до Москвы. Все, там 500 километров осталось. Что, нормально, дотянем. Ну что, с рассветом всех. Я еще живой. Машина еще живая. И тут что-то капец, как холодно. Снег везде лежит. Почему Москва не в Крыму? Если бы Москва была в Крыму, это было бы просто идеально. Это был бы город мечты. Ну да ладно. Я все в предвкушении. Хотя уверен, конечно, что ошибок будет очень много. Не все будет. Ну, будет очень много неожиданных трудностей, короче говоря. Поскольку сейчас с нуля. Но зато блок будет живым. Но в целом, конечно, такой резкий поворот жизни моим друзьям и родственникам. Ну, по меньшей мере, кажется странным. Они задают вопросы, с чего это я. Хорошо ли я все взвесил. Так ведь можно и пальцем в небо попасть. Что я весело отвечаю, что я туда и целюсь. Плюс бонусом Москва рядом. Всего 2 часа езды. По московским меркам, мне кажется, это немного. Собственно, там я и планирую зарабатывать денежки. Все так же видеосъемкой. Так что... Прорвемся. Прорвемся. Это по-любому. Как? Ползком? Бегом? Не знаю. Но прорвемся. Прорвемся. Мне кажется, всех людей в мире можно поделить на две группы. Первая – это те, кто по каким-либо причинам боится летать. И вторая – это все остальные, кто любит и хочет испытывать вот это чувство полета. И я как раз отношусь к этим людям. И на своем примере продемонстрирую, что небо доступно каждому. В следующем видео я уже обещаю, прямо обещаю, я наконец-таки поведаю вас в свои планы, как я собираюсь доставать свой самолет, что я там вообще задумал. И при чем здесь компания «Аган Аэркрат». Как вы понимаете, моя жизнь кардинально меняется в связи со всем этим. То есть вот она шла себе прямо-прямо-прямо, потом херак на 90 градусов просто. Я никогда не был связан с авиацией, и тут такое сильное решение принимается, да? Так что я решил под это все дело создать второй канал. Заодно и проверим, как работают алгоритмы Ютуба. Действительно ли, как многие говорят, новый канал развивать легче, чем старый, некогда заброшенный? Посмотрим, время покажет. Но и от этого канала тоже не отписывайтесь, заплитык уже языкается, я устал, 15 часов в пути. Не отписывайтесь от этого канала, потому что я по-прежнему люблю мотоциклы, обожаю эндуро. Я обожаю тачки, и обязательно буду снимать про тачки. Возможно, какие-то мелкие детали, дополнения к основным роликам я сюда буду. Неудачные дубли, да, вставлять, какие-то прикольчики, бэкстейджи. И вообще, глядишь, покорим все виды транспорта к концу жизни. Так что оставайтесь, держитесь тут, подписывайтесь на новый канал обязательно. Там будет самый сок, самое мясо. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok